Поэтому, да, давайте ее найти, где, я думаю, что вы знаете, я вам хочу сказать, да? Так вот, внешним главным салям и, простите, цирковым, и два прекрасных главных саля. Первый вы не ищете, а потом вы не ищете. Приходите. Спасибо. Где, по вашему мнению, находится место профсоюзов современного власти? Идем в вопрос. Не, я не знаю, но думаю, что цифровое поведение со профсоюзом может быть очень значительной. Потому что защита цифровых двоих конституционерных преподавателей огромный, не освоенный рынок. Переговоры с деканатом и селекторатом о защите цифровых прав, о передаче данных и т.д. и подобное, безумно интересная тема. Кто первый какой-то цифровой союз в стране построит, тот получит лучшую практику, я думаю, прозрачную, во всем мире, как бы, полный себя уникальный пейс. Вот как раз не проноциально, у нас в Культуке большая профсоюзная организация, и мне, как и так, это чрезвычайно удобно. В смысле предвидения конкретных ситуаций, обсуждения решения. Единственное, я подтверждаю горячо, если говорить не товарищи, что предмет будет другой. Персональные данные, вот предмет, который будет самым вашим. Вот когда прошлое вести европейский цифровый, вот это будет вполне успешная организация про наши, свои персональные данные. И я, как работа, чрезвычайно заинтересован в том, чтобы кто-то занимался защитой моего кризиса лентая. Отлично. Ну, придумали много про недеятельности на острове. Сложный вопрос. Остался сейчас в топе. Защита выпустых контрольных коробок между сатинапами и командами, в том числе с сортапами, невозможно действовать в голову. Что делать? Коллеги, признаем недоработку. Мы несколько лет назад инноциировали изменения норм под названием «Стартап как диплом», которые подразумевали возможность защитить стартапы и диплом от работ. Но они, видимо, сейчас группированы в рамках одной из специалистов, да, и не позволяют осуществлять междисциплинарные защиты для команд с разных факультетов, например. Коллеги, принимаем себя как задачу, давайте мы стараемся до... Ну, сейчас уже не успеем, а в следующем выпускным с коллегами из министерства проработать это изменение. Важное, нужное замечание, его надо нормативно написать. Важное, нужное замечание, что мы нащупываем в РДУ какие-то вещения, но, во-первых, написать о том, что это не проблема, потому что, во-первых, предполагается участие внешне, да, норма обязательности, чтобы в этой любви представители работают, да, или сверху без индустрии и прочее. А во-вторых, если мы это не сейчас не надо, то мы скажем, что мы делаем по практике МГУ, хотя в МГУ у нас есть своя композиционная часть, ну, из вас просто все не вышли, поэтому у нас я говорю с Попадой. Мы делаем нескольких научных руководителей, которые могут представить не только разный индекс родной специальности, а они могут быть один геолог, другой пытаются. Я говорю по практике, у нас две программы, одна с чехолами, другая с геологами. Ничего, живут. Уже четыре года живут. Потому что Академия Кирпичников, пробивая на большом совете совместные, первые программы между геологами и геологами, он сказал, нам говорят, что такое невозможно. Вот те, кто говорит, они останутся по вчерашнему. А мы считаем, что это возможно, мы это сделаем, и мы будем завтра. И это правда, у нас живучая, живая программа, выпустившая уже людей. Одновременно с дипломов по геологии и геологии, психологии и геологии. И это возможно. Спасибо. Спасибо. Из последних вопросов. Луна – отличное место для острова 10-23. Нет, мы по Луну пока не прилетим. Условия неподходящие. Два не угодящие. Поющие традиции, Луна – не традиция. Мы очень привилегировались, Александр Ильич. Правда. Почему, если на острове пропагандируется индивидуальная траектория обучения, за переходом в другой мастер-класс начинается красная карточка? Вот кто, действительно, захотит наших участников. Друзья мои, мы разрабатываем новую этику. Новую этику цифровой кофе. Она зарабатывается вами и нами вместе в сложных условиях. И когда мы станем в комиссии, эти комиссии тестируются. И в философии ответ на этот вопрос давно давно. Наша свобода заканчивается там, и вы не нарушаете свободу других людей. Поэтому, когда вы выбираете мастер-класс, вы должны внести ответственность за собственный выбор. Это первый тезис. Второй. Если вы переходите на другой мастер-класс, где, например, ведущим, для него желательное количество участников 15, а вы приходите 16, 17, 18, 15, 20, это двое им уважение. Первое – предыдущего у нас класса. Второе – тем, кто уже в оптимальном аудитории и все вместе занимается. Поэтому, когда вы думаете, и принимаете такое решение, вы думаете, пожалуйста, не только о собственных правах, но и о правах других участников острова. И ответим вам, скажу вам, страшную, рекомендуемую штуку. Преподаватели острова тоже люди, и мы любим их не меньше, чем вас. Абсолютно наоборот. Тоже есть права. Ура! Преподаватель Томич! Вы действительно считаете, что технологии трансформации образования до свидетелями на острове смогут побороть великую российскую бюрократию? И второй похожий вопрос – не заменится ли бюрократия на цифрократию? Действительно, у нас много сравнений то, что происходит на острове. Нам пишут, что мы выделяем фитнес-социальный рейтинг в России, что у нас признаки киберфашизма и т.д. и т.п. Ни разу в диалоге в прямом нам признаки этого может не удалось. Мы со всеми, кто жалуется, ведем открытый диалог. Вчера было встречено по красным карточкам. Мы все соответствующие ситуации разбираем, подвращаем в патроны и в инструкции для нашего искусственного интеллекта. Но, коллеги, искусственный интеллект тоже нужно кормить. Кормится он вашими в стороне свидания. Чем более пограничнее ситуация в стороне свидания, тем более этот корм. Вчера Ну, извините. Вот, я прошу прощения. Можно я отдал свой вопрос? Ой, он очень непростой. Он действительно очень непростой. Сейчас объясню. Вопрос о рейтингах индивидуальный. Он настолько крупный, что расставил, например, меня с моим старым другом Славой Позелем, мы себя совпадали с Позелем, мы легче научились с одной группой, а я на самом деле его свидетельствами не буду. Но при этом у нас разные подходы в альтернативной системе, потому что мы в ГНКУ не применяем вот применяем ВС, но не применяем в ГНКУ. К счастью, картинка, мир, где каждый ходится с каждым, это ситуация, которая, естественно, как Гоббсова проблема и как куча состроения мира. Людей надо учить саду, учить для конкуренции с людьми командами, если идеология разрушает эту штуку, если он создает мотив я не буду с ним сотрудничать, потому что он меня огонит, или мне надо перебраться через две головы путем жалов, то мы ему правильно захочем и мотивируем людей. Поэтому я согласен, что рынки, особенно не убегают, это большая проблема, потому что мы тем самым идем не только к компетициям, а к, поверь, все, все. Но так как единственная проблема, как вы даете правое мнение, поэтому тут надо вот прям думать, что же не стопитесь, потому что следующий вопрос, который сейчас топовый, он про это же, как в цифровом университете будет реализована функция до свидания. Ну, до свидания. да, 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 да. Ну, ага, значит, давайте по-другому, для меня только два непонятных выражения, университета, я не очень хорошо понимаю, что есть правое университет, потому что тут возможны разные диапритации, и также по-разному можно понимать, что такое университет. потому что, давайте я поэтому давать ответ на то, как я думаю, во-первых, я проводил университет, свои причины это не университет, где нет людей, а это потому что все равно в образовании человеческий контакт чрезвычайно важен, он никуда не уходит. Другое дело, что мы загружаем это массы дополнительных средств и возможностей, где границы неизвестны, потому что, знаете, когда мы обсуждали недавно на факультете, у нас, опять-таки, в АВГУ есть разработки, хорошо знают в АТИ, в АВГ, которые связаны с ней науками, и, в принципе, мы сейчас, надев определенную гарнитуру нового студента, можем связать степень его внимания, оценку положения, технические это уже возможно. Вот на обсуждении это присутствует сейчас 20 студентов, и когда они это поняли, на половине здесь был написан восторг, а на половине ужас. Я считаю, молочи, восторг и ужас, когда возникла вот такая непрерывная цифровая категор цифровая преподаватель и студентов. поэтому цифровая университет с моим ключевым временем, это все-таки не удаленный цифровой выбор, в котором произойдет какое-то взаимодействие, возникает дороже массы любых возможностей и человечественных животных. Это просто так. Что такое степень развития? Вот если мы считаем, что хорошо развиваться в этих условиях, потому что представление о том, какие жалобственные люди будут очень развиваться в разных регионах возрастных думков и прочее, но если мы считаем, что нужно создавать условия в том, что культурные для того, что демонстрационные процессы, то что нужно воспитывать? Длинные взгляды и юголизм способность действовать, не спрашивая специальные разрешения, способность работать команды. Вот это покрасить. Ну, еще несколько использований. Не очень много специальных программ, с которыми они работают. Я вам могу сказать, что методики оценили культурными компетентами. Вот это воспитание. Все остальное это уже в семье, сообщества, обороны и так далее. Потому что мы очень разные. и это хорошо. Спасибо. Очень глубоко рефлексивно циничный вопрос. Являемся ли мы экспериментом по откладке информационной системы университета 2035, которую потом мы будем назначительно предлагать переполезти? ответ да, мы все с вами являемся экспериментом под откладкой информационной системы. Университет 2035 нет. Университет 2035 не будет строить свою стратегию на антидосийских административно обусловленных рынках системы высшего образования. поэтому вы неоцелеваемые культуре бизнеса университет 2035. Вопрос правильный и ответ нет. Теперь серьезный вопрос очень важный. Видите ли мы смещения в центрах развития и внедрения цифровых технологий от массовой до региона? Я один короткий ответ дам сам и попрошу в втором части ответить одному из стикеров нашего первого ряда обравнив городского совместного личности. Чтобы ответ был более футбированным. Я на примере сейчас тот период, когда любой ребенок может сделать работу вперед. есть у него институтная работа региональной власти и университета. Вам это показали на основном примере правого профсоюза. Модель профсоюза построенного на защите права в мире вы можете просто стать первыми. Ниш огромное количество. Вечер попрошу про дополнительные возможности. Что можно сделать в регионе в Украине? Пожалуйста. Спасибо большое. Друзья, с моей точки зрения цифровые технологии это прежде всего справедливость. Это справедливость распределения благ. Это более доступное образование. это лучшее качество здравоохранения там, где, например, нужна медицина. Абсолютно точно основные технологии очень сильно помогают регионам двигаться вперед. Примеры такие есть. Есть регионы, которые уже очень далеко програнились. Но точно следует догонять лучше. я уверен в том, что любое нормальное движение в регионе, если вы хотите развития в регионе, вы будете развивать цифровые технологии, потому что это совершенно другие возможности для построения качества жизни на вашей территории. спасибо. Спасибо. Ну, собственно, мы и сегодня в Севернадской области проводим такой большой эксперимент о создании Новгородской технической школы как ровно попытки создать компетенцию на глобальном уровне образования внутри одного российского региона. Здесь у нас есть команда Новгородского университета работает на острове. Присоединяйтесь в соглашениях. Я надеюсь, что у вас есть соответствующие возможности подписать соответствующие соглашения. Присоединяйтесь в этой работе. Собственно, в ней будет гораздо легче ворваться в месяц. Значит, группа вопросов про рейтинги. Сейчас будет какой-то самый жесткий комментарий. У нас холодная война идет, а мы в их рейтингах участвуем. Прошу, прощения, холодная война это не действие сопоставления рынка. Поэтому, слушайте, Россия, у которых 3% мирового продукта по политической способности и, например, в 97 странах санкций, которые более 50% мирового продукта это институт, которые поправлять. Поэтому рейт это, в общем, я что угнал его применение в отношениях, но это очень правильный способ сопоставления того, в какой точке винах, чисто навигационным проблемам. Спасибо. сущностям вопрос какие три первых шага должна сделать команда вуза, вернувшаяся с острова, чтобы поддалить разрыв между командой изменений и теми, кто был на месте и не потерять дух этих изменений. в то, что в первых не соотно а первое, что надо убедить тех, кто оставался и внедрил сюда, что, во-первых, здесь было классно, что у нас есть, конечно, запись. А во-вторых, что вы привезли им некий результат, которым можно поделиться, чтобы другие тоже сказали, если не так же классно, то хотя бы неплохо. Поэтому мне кажется, что первая нужна такая социальная коммуникация в семье, которая сама в сцене для того, чтобы они получили, пусть очень хорошо бы получились. Спасибо, я согласен. У меня три шага, например, следующего. Конечно, у вас будет в этом смысле другая жизнь, вы ее почувствуете. Вы можете спросить старогодников, то есть, сейчас это прошлого острова, они все проходили один и тот же психологический надлог. И фраги попричали, возвращения, глубокие проблемы, потому что вас вдруг перестали понимать ваши друзья и коллеги, с которыми вы раньше общались. Вы можете отрицать все, что вы здесь делали, но вы приедете, будете разговаривать новыми словами, думать по-другому, а все вокруг будут на вас взаимодействованы смотреть, или зачем там в Москве кормили. Это неизбежность, да, поверьте, на вас взаимодействие. И чуть-чуть волосной зависти вас не перестанет пережить, потому что, конечно, это будет сложно. Три вещи, которые я бы сделал на вашем месте. Первое, я бы попробовал привести минигер у себя. То есть, если у вас 12 человек, то расширить сферу своей поддержки до 30. То есть, если у вас будет уже 30, то у вас в процессах уже не сломаешь. Второе, привести поддержку студентов, то есть часть сервисов, особенно первокурсов, которые только-только пришли из школы. Они еще не знают, что их ждет. И вот для них принципиально важно дать им возможность серверовать эту самую территорию, почувствовать себя по-другому, проходить курсы в онлайн, отправлять имя предприятия, и тому подобное. Второй шаг. И третий шаг. Конечно, невозможно бы сопровизвести плотность человеческого капитала, который есть здесь на острове. Но мы можем устроить остров все тех мероприятия, которые мы делаем. У нас в системе лидератив проходит... ...вторых. ...вторых.